Уважаемые члены Пленума, уважаемый Президиум, мы обсуждаем, как всегда, содержательный доклад, проанализировавший все вопросы и антикоррупционные, и предвыборные кампании. Но я хотел бы добавить. Первое. На это же зрение Ельцин и Путин вернули все то, что было до Ряда Петра Первого. Первое. Это кумовство. Второе. Это махровая безответственность. Третье. Казнократство. Четвертое. Полностью разрушили систему управления, так как сегодняшняя система формируется лыжниками. Я вот слышал от них самих слов. Лыжник. Знаете, что это такое? Это когда замгубернатора по внутренней политике приглашает в себя будущих кандидатов. Сиди-менеджеры, депутаты. Я говорю, надо смазать. Вот поэтому называются лыжниками. А это и есть политическая коррупция, которая основана прежде всего на фальсификации выборов. Потому что сегодня мы должны понимать, если мы хотим победить, а я понимаю, что мы первую задачу ставим не 200 миллионов заработать, а победить. И для этого нам надо не 12 миллионов убедить, а минимум 52 миллиона должны прийти и проголосовать. Это не тогда никакие переформатированные КАИБы. А сегодня власть занимается чем? Она сегодня четко формирует, я думаю, по принципу Новопеределкина. Многие из вас видели выложенные в интернет кадры, как первый заместитель главы управы Новопеределкина. На последних выборах муниципальное собрание Москвы приглашал к себе всех председателей комиссии, тире, директоров школ и давал по конвертику и говорил. Вот вы конвертик получили, результаты какие должны быть, мы вам сказали. Как убрать? Наблюдатели от каменистов тоже проинформировали. Второй конвертик будет в два раза больше. Это посмотрела вся страна. Но отстраненные председатели накануне выборов потом были успешно возвращены и ни с одного не упал волос. Я утверждаю, что такая система функционирует повсеместно. Потому что если верить собеседнику, это явно не наш информационный источник. Номер 9, почитайте внимательно. Он сообщил о том, что Кириенко, не забыли кто такой Кириенко? Это человек, который сделал дефолт страны. Сейчас он делает дефолт выбором президента. Но вам смешно, а мне грустно. Он собрал 20 лучших пиар-компаний. За каждое из них закрепил госкорпорацию на финансирование. И 10 из них. Все о нем. А 10 работают против Грудинина. И за Жириновского, Собчак и прочую челядь, которая коллективный Змей Горыныч на выборах. И наша-то с вами задача всей этой вакханалии противостоять. Поэтому сегодня, что фракция КПРФ сделала? Фракция КПРФ за прошлый созыв направила 19 запросов в счетную палату. Именно после их рассмотрения страна узнала о жуликах Сколково. А кто ее возглавляет Сколково? Виксельберг. Роснано возглавляет Чубайс. А кто такой Чубайс? Да это же главный коррупционер страны и праотец Путина на президентстве. Поэтому мы должны, сопоставляя нашего кандидата и действующего президента, сравнивать 17 лет Сталина до 41-го года и 17 лет Путина. Если вы в цифрах поставите, то сравнение убийственное. Сталин с нуля сельского хозяйства, нуля промышленности, нуля образования, сделал сверхдержаву мира и поломал хребет вместе с коммунистической партией и народом фашизму. Что сделал Путин? Вы ведь обратите внимание, они рассказывают, что они якобы против международной олигархии. Но реально-то что происходит? Вам сказали, что известное агентство МОДИС вдруг повысило рейтинги России. Что делают сегодня в Давосе Дворкович, Рев и целая группа наших олигархов и чиновников? Выпрашивают себе ярлык направления, но я с Николаем Николаевичем в чем не согласен. Он, вероятно, не успел прочитать, что на мальте полторы тысячи наших сограждан сегодня стоят в очереди за инвест гражданством. За три года 700 уже получили. Но если вы посмотрите, кто это? Это брат советника президента Левитина. Это брат товарища Якунина, который РЖД грабил длительное время. Это Путин побывал на Яндексе, рассказал, какое это важное секретное предприятие, а весь топ-менеджмент этого предприятия с семьями уже получили гражданство. Рассказали, какой важный Касперский. Все топ-менеджеры Касперского в очереди или уже получили гражданство. Я подчеркиваю, полторы тысячи таких граждан. Но я вам напомню, что 300 тысяч наших сограждан живут на ПМЖ в Лондоне. Не меньше живет в Америке и на Лазурных берегах. А это и есть результаты коррупции. Вот этих 60 с лишним триллионов рублей, о которых Геннадий Андреевич сказал, они ведь как получены? Павел Николаевич очень образно объяснил, как они получаются. Но задача-то какая? Задача не ремонтировать законотворчество, менять систему. Другого выхода нет. Но для этого мы с вами обязаны сегодня, денно и ношно, будить наш заснувший в литургическом сне народ, выбирать лидеров общественного мнения и сегодня формировать не менее чем по 4 человека на участке. К сожалению, сегодня это делать очень трудно. Но мы обязаны это сделать. И второе. Да, нам противодействуют. Но нам надо не хныкать и не в рамках закона, а надо всеми правдами и неправдами донести тот агитационный материал, который будет до наших избирателей. Надо организовать защиту и нашего кандидата, и наших активистов. И я уверен, что если мы будем не смотреть на себя со стороны, мы обязательно победим. Успехов вам в этом, дорогие товарищи!